Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Я думаю, что каждый из вас мечтает о своей орхидее видеть полный горшочек здоровых корней. Таких же зелененьких и жирненьких, как у моих орхидей. Сегодня я хочу с вами поделиться, как очень легко из реанимашки без корней вырастить крепкое здоровое растение. Вот именно эту красотку мне муж подарил без точки роста и корневая система ее была, конечно же, не такая шикарная. И я применяла на ней одно очень легкое, дешевое средство, а главное, очень доступное средство. И эта орхидейка превратилась вот в такую красавицу. А еще вырастила вот такое замечательное дитя. Посмотрите, какая крупная, красивая детка, которую уже можно отделить. У нее есть свои корешочки и эта орхидейка способна уже существовать без материнского растения. Поэтому в скором времени я буду ее отделять. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. А сегодня поговорим с вами именно о наращивании корней и листочков. Можно сказать даже о восстановлении орхидеи. Потому что орхидея, которую я вам сейчас покажу, была в ужаснейшем состоянии. Без тургора и в горшочке вообще не видно было корней никаких. Ни гнилых, ни здоровых, вообще никаких корешочков не было видно. И я умудрилась ее восстановить. А еще и плюс она теперь растит вот такое вот замечательное дитя. И уже детка даже растит корешок. Когда отделять детку? Очень частый вопрос. Отделяем детку только в том случае, когда у нее есть 3 корешочка длиннее 5 сантиметров. Тогда орхидея способна уже жить отдельно от материнского растения. Знаете, раньше снимать лучше не нужно, потому что будет проблематично орхидеи адаптироваться. И позже лучше не снимать, потому что корни уже будут очень длинные. И потом как-то их посадить в небольшой объем горшочка будет очень сложно. Поэтому вот 3 корешка по 5 сантиметров и можно пересаживать. Но сегодня опять же о наращивании корней. И кто смотрел мой канал, скорее всего сейчас догадались о каком препарате пойдет речь. Потому что именно этим препаратом я умудрилась полностью восстановить эти растения. А еще и заставить их выпустить вот таких вот очаровательных деточек. И это чудо-средство, которое помогло мне восстановить очень много реанимашек, это витамин В3. Никотиновая кислота, которую можно приобрести в ближайшей аптеке. Что делает витамин В3? Он именно активизирует орхидею на рост, на рост корневой системы, на рост листьев. И еще отличные орхидеи выпускают от витамина В3 деток. Я сама удивилась, когда применяла на реанимашках витамин В3, никотиновую кислоту. Орхидеи начали очень быстро, активно наращивать корневую систему, наращивать листья. И у них пошли расти детки. Преимущество этого препарата, что это не гормональный препарат. Это не стимулятор роста. Это просто витамин, который способствует улучшению состояния растения. Тургор восстанавливается. На примере дикого персика это видно очень-очень хорошо. Я вам сейчас постараюсь вставить фотографию, какой он был. Он был без тургор, без корней. И какой красавчик сейчас. И я очень рада, что еще и растет прекрасная деточка. Обрабатывать витамином В3 очень легко. Сейчас я вам это покажу. И еще. Это средство отлично подходит для орхидеи, которые только отцвели. Которые много сил потратили на цветение. Потому что у орхидеи цветение очень долгое. Цветение у растений это конечно же такой как этап размножения. И орхидея старается очень долго держать свои цветочки. Но естественно в домашних условиях их никто не опыляет. И так можно сказать цветение в холостую. Но орхидея уже затратила на это много сил и своей жизненной энергии. Поэтому чтобы орхидея начала растить новые корни и листья. Как раз таки тоже необходимо давать витамин В3. Никотиновую кислоту. И так же как это идет именно кислота. Мы так же никотиновой кислотой еще и подкисляем немного грунт. Даем орхидеи как раз таки ту среду, которую она очень любит. И это тоже дополнительный стимул развиваться корневой системе. И конечно же крепким листочком. Поэтому очень часто я выбираю именно витамин В3. Для того чтобы подкормить, можно сказать так, улучшить состояние орхидеи после цветения. Заставить ее активно развиваться. А потом уже я дополнительно могу ее удобрить на вторичное цветение. Но нам понадобится вот орхидеи, которые только отцвели. Одна ампула никотиновой кислоты. Витамин В3. Добавляем в литр воды. Если мы говорим о реанимашках, то еще лучше всего добавить янтарин. Или в таблетках янтарную кислоту. Янтарная кислота, она улучшает иммунитет растения. И как раз таки янтарная кислота действует на все функции растения. И на цветение, и на рост, и на восстановление иммунитета. Поэтому если мы говорим о реанимашках, добавляем еще в эту водичку янтарную кислоту или в жидком виде янтарин. Если это в таблетках янтарная кислота, то добавляем одну таблетку янтарной кислоты. Если у нас янтарин, то добавляем 2 мл на литр воды. Сегодня, так как у меня все орхидейки уже здоровые, я буду использовать только одну ампулу никотиновой кислоты. Для лучшего эффекта я сегодня не только полью, но еще и протру витамином листики своим орхидейкам. Орхидеи очень любят увлажнение по листу. Если бы было лето, я бы их прям обильно опрыскала, включила бы вентилятор, и ничего бы страшного с орхидейками не случилось. О каком-либо загнивании не могло быть и речи. Но сейчас зима, сейчас я не могу себе позволить включить вентилятор, поэтому сейчас я просто протираю листочки. И детки, и мамки, и они активно начнут расти. Преимущество еще витамина В3, как я уже сказала, это не стимулятор, это не какие-либо гормоны. Это именно витамин, который никотиновая кислота очень быстро впитывается, пробуждает орхидею, и также быстро расщепляется. Поэтому о каком-то переизбытке витамина или о какой-то передозировке не может быть и речи. Таким коктейлем, если это реанимашки, я обрабатываю раз в две недели. А если орхидеи просто здоровые, но отцвели, то один раз. Следующие поливы я буду делать с удобрением. Но, да, а заостряю на этом внимание, если реанимашки, можно обрабатывать даже раз в 10 дней. Протираю все листики с двух сторон. Орхидеи это очень любят. И после таких обработок я сразу же вижу эффект. Так, сейчас аккуратненько разверну. Конечно же, и плюс таких обработок, что орхидеи потом очень чистые, красивые. Начинают растить новые здоровые корни и листики. Если обрабатываем никотиновой кислотой, конечно, про цветение речи быть не может. Это именно наращивание корней и листьев. Точно так же протираю и биглиб. Замечательное растение, мне очень он нравится. Единственное, его центральный лист, он полностью в тургаре, он очень плотный, но он завалился. Он со времен еще покупки, да, с магазина именно так и растет. Но ничего страшного, начнет расти следующий лист, и он поднимется, и все будет хорошо. Обработку по листу я закончила. Осталось только пролить никотиновой кислотой мои растения. Как всегда, я делаю именно пролив. Никаких замачиваний, никаких погружений, просто пролив. Обратите внимание, что эта орхидея, она еще не пересаженная. Она растет, можно сказать, в родном грунте, в старом грунте, в транспортировочном горшочке над водой. И наращивает отличные здоровые корни всего лишь с таким легким поливом никотиновой кислотой. Я очень радуюсь за орхидею Дикий персик, потому что очень переживала. Одно время это была прям орхидейка мечта. И сейчас она у меня есть, полностью восстановленная, еще и с ребенком. Обработка проходит очень быстро. Для этого вам понадобится, да, только лишь отстойная теплая водичка и одна ампула никотиновой кислоты. И ваши орхидеи обрастут жирными корнями и, конечно же, плотными, красивыми, глянцевыми листьями. Ну, а я свою обработку уже закончила. Буду ждать новые листочки и корешочки. Всем любви, всем удачи. Будьте добрее, любите друг друга. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok